Библейский портал экзегет.ру представляет Сухого хлеба и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота с раздором. Разумный раб господствует над беспутным сыном и между братьями разделит наследство. Плавильны для серебра и горнила для золота, а сердца испытывает Господь. Злодей внимает устам беззаконным, лжец слушается языка пагубного. Кто ругается над нищем, тот хулит Творца его. Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным. Венец стариков – сыновья сыновей, и слава детей – родители их. Такие первые шесть стихов 17 главы предлагает нам премудрый Соломон для нашего рассмотрения и вразумления. Видим, что он снова и снова возвращается к теме, когда говорил лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом, можно выразить так, полный богатства, и с ними постоянные скандалы и раздоры. Действительно, премудрый Соломон здесь как бы отрезвляет наш современный гедонизм. Люди думают, что если будет много добра, то на этом все и успокоится, и сразу будет мир в душе и мир в семье. Но мы видим, что премудрый Соломон говорит на своем опыте, собрав, как мы знаем, как об этом сказано в книге царств, более трех тысяч различных притч и премудростей. Более того, это не была только премудрость человеческая, но она была неспослана ему и свыше, как откровение Божие. Поэтому эти стихи находятся в Божественном Откровении, о котором апостол Павел так и скажет все Писание Богодухновенно. Но когда апостол Павел говорил эти слова «все Писание Богодухновенно и полезно», тогда еще не было Писаний Нового Завета. Были ветхозаветные тексты. И апостол Павел обращал на это внимание. И вот премудрый Соломон, будучи движим духом святым, говорит так «лучше кусок сухого хлеба и спокойствие в доме, нежели много золота, добра, денег и прочих накоплений, и с ними раздор». Далее говорит «разумно рад господствует над беспутным сыном и между братьями разделит наследство». То есть здесь сказано о том, что если человек даже невысокого статуса, а здесь вообще говорится о рабе, но человек умный и разумный, со временем этот человек будет господствовать и над господином. Потому как безумный господин расточит все имение свое и саму жизнь. Далее мы видим плавильный для серебра и горнила для золота, а сердце испытывает Господь. То есть говорится о том, что Бог всеведущий и всемогущий. Если через горнила проводится золото, серебро и его естество сразу обнаруживается, можно из него лить любые предметы, делать любые украшения через плавильню, то здесь Господь испытывает в сердце человека, как бы что можно с этим сердцем сделать. Поэтому, как и сказано в Священном Писании, «Сыне, дай мне сердце». Злодей внимает устам беззаконным, лжет, слушается языка пагубного. Здесь все понятно. Кто ругается над нищим, тот хулит творца его. Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным. Мы видим, что Премудрый Соломон предупреждает, что всякое злорадство и всякая насмешка над человеком нищим, над человеком бедным не останется без наказания. Вот что по этому поводу пишет, например, Амросий Медиаланский и святитель Иоанна Златоуства. Две есть цитаты. Лучше начать, может быть, даже со святителя Иоанна Златоуста. Он пишет так, то есть удел бедного. Кто осмеивает бедного, приводит этот стих, кто осмеивает бедного, тот прогнивляет творца его. Почему? Спрашивает святитель Иоанна Златоуста и отвечает. Почему? Кто смеется в то время, когда нужно помогать, отвечает. Кто смеется в то время, когда нужно помогать. Действительно, он заслуживает наказания и поэтому погибнет, как совершающий грех против великого и премудрого божественного управления. Конец цитаты. То есть, тут Амросий Медиаланский как бы добавляет, можно услышать его слова. Цитата. «Никто не предвидит, что чем богаче он будет, тем больше будет у него обязанностей. Тот в церкви богат, кто богат верой, ибо такому открыт целый мир сокровищ. Что удивительно в том, что верующий владеет всем миром, если он владеет наследием Христа, который дороже мира. И скуплены, как сказано, вы дорогою ценою. И сказано это всем, а не только богатым». Конец цитаты. Из первого и второго комментария святителя Анат Златоуста и Амросия Медиаланского можно сделать такой вывод. Что если человек богат материально, то нищий, который ему дан, не для того, чтобы смеяться над ним, а богатство этому человеку дано для того, чтобы помогать нищим. Так и говорит святитель Анат Златоуст. Амросий Медиаланский говорит о богатстве веры. Если ты, человек, имеешь богатство веры и чувствуешь, что ты этим богат, помни, что не только это для тебя Бог дал твердость по благодати своей и искренность веры. Поделись этой верой и с человеком, который немощен и нищий. Далее мы видим шестой стих, как и прочитали. «Венец стариков, сыновья сыновей, а слава детей родителей их». По этому поводу преподобный Анкасиан пишет следующее. Под богатством он здесь подразумевает усыновление Богу по благодати. «Вместо той радости, которую кто-либо находит в обладании только полем и домом, во сто раз больше радостью богатства будет наслаждаться тот, кто, поступая в состоянии усвоения сыновства Божия, всем, что принадлежит вечному Отцу, будет владеть как своим собственным расположением и силой, и будет взывать по подражанию истинному Сыну Божию все, что имеет Отец, есть Мое». То есть мы видим, здесь преподобный Анкасиан говорит о том, о главном богатстве – усыновлению Богу. Мы знаем, что Господь Иисус Христос по отношению Бога Отца единосущен Отцу, им же вся выше. Мы же дети по благодати. Для того, чтобы стать детьми, необходимо обладать верой Господа и Спасителя Иисуса Христа. Для того, чтобы стать детьми, необходимо родиться свыше, через святое крещение. Ибо сказано, что кто не родится от воды и духа, тот не наследует Царствие Божие. Поэтому, чтобы быть сынами и дочерьми Христа, необходимо верить в Него, как в Творца и Бога. Без веры, как сказано, угодить Богу невозможно. Но вера делами достигнет совершенства. Очень важно и правильное исповедание веры. Неправильное исповедание веры подобно будет блудному сыну. Притча, которая нам хорошо известна и записана в Евангелии от Луки в 15 главе. «Можно быть рядом», там есть и притча о втором блудном сыне, который был рядом и всегда был с отцом, но был не готов принять тот, который находился, того брата своего, который находился в стране далече. Известная притча, ее называют многие исследователи священного писания, в том числе и современные, притча о двух блудных сыновьях. Один ушел на стране далече, вернулся, а другой вроде бы был рядом, но служил Богу только ради своих эгоистических, преследуя свои эгоистические цели. Поэтому, когда брат вернулся, он говорит, этот сын твой промотал там все, а теперь пришел, и ты ради него устроил такой пир, а мне даже не дал никогда козленка, чтобы повеселиться с друзьями моими. Видим здесь не любовь к Богу, а не любовь к брату и к Богу, а упрек. Поэтому здесь так и пишет. Венец стариков сыновья сыновей, и слава детей родителей их. То есть преподобный Анкасиан, как мы с вами прочитали, видит в этом сыновство духовное. И мы читаем далее. Неприлично глупому важная речь, тем паче знатному устал лживый. Подарок драгоценный, камень в глазах владеющего им. Куда ни обратиться он успеет. Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. Интереснейшие слова. Неприлично глупому важность. Действительно тот человек, вот я так всегда говорю в своей миссионерской школе, как только кто-нибудь, идя на проповедь, или проводя какую-то беседу, вдруг сам себе внутри сказал, что ну у меня и так все хорошо получается, и не готовиться к своему, к своей проповеди, к своей лекции, это уже первый шаг на пути к провалу. Это такое состояние самонадеянности. Всегда необходимо, чтобы не быть глупцом в глазах других людей, знать, что говоришь. Но чтобы знать, что говоришь, необходимо к этому готовиться. Черпать из верного источника, священного писания и святоотеческого предания. «Подарок драгоценный, камень в глазах владеющего им, куда не обратиться он успеет, прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга». Мы видим, что в этом стихе действительно скрывается мудрость. Мы чаще привыкли людей обличать, но, как сказано, совершенная любовь покрывает все. Совершенная любовь не ищет своего. Надо ли обличать? Конечно. Но необходимо и, если мы видим брата своего или сестру, которые пали в искушении греха, необходимо и протягивать руку помощи. Например, в книге «В древнем Патерике» есть такая история, как один монах блудил прямо возле стен монастыря. И когда игумен шел, то ему рассказали об этом. Игумен подошел, снял свою мантию и покрыл его. И когда этот монах от своего безумия очнулся, что он впал в этот грех блуда, он прибежал к игумену, пал к нему на колени и сказал, «Ты должен меня изгнать. Я нарушил обет. Я впал в грех блуда». На что игумен ему ответил, «Да, я видел. Не только видел, но и прикрыл твой грех. Я ожидал и молил Бога, что он даст тебе дух покаяния. И теперь я вижу, что Бог милостив. Ты каешься». Он говорит, «Да, отче, прими меня». Он говорит, «Я вижу твое покаяние. Вот тебе и пятим я. Войди в число братьев своих наших». Поэтому, так и сказано, прикрывающий поступок ищет любви. Это не значит потворство греха. Здесь нужна мудрость, как у того игумена. А кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. Действительно, бывает так, что человек уже попросил прощения. Уже Бог ему простил. Ты ему простил. А потом проходит какое-то время, человек снова вспоминает, «А помнишь тогда, десять лет назад?» И вот здесь премудрые слова он предупреждает, что такой человек удаляет друга. Интересно, что совсем недавно я был в Херсонесе. Это город, который находится на территории Крыма. Неизвестное место, не только от Севастополя. И там, когда заходишь, есть еленские высказывания, то есть различных философов. То есть все начинается как бы с истории эллинизма. И вот одно такое высказывание, сейчас точно не помню какого философа, но оно звучит так. Такие висят таблички, и на них написаны высказывания. Звучит так. «Кто ищет себе друзей без недостатка, тот останется без друзей». Действительно, нет совершенного человека ни одного. Мы часто стараемся идеализировать людей. Это все происходит, скорее всего, от нашего безверия по отношению к Богу. Потому что Бог только безгрешен. Всякий же человек, как сказано, «Кто говорит, что без греха, тот лжец, и нет в нем правды». Это первое послание апостола Иоанна, первая глава, 7-8 стих. «Кто говорит, что без греха, тот лжец, и нет в нем правды». Нельзя идеализировать людей. Так и говорит. Поэтому напоминает, кто напоминает снова-снова грехи своих друзей, тот удаляет друга от себя. И далее читаем 10 стих. «На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого сто ударов». Действительно, здесь, премудрый слава, он говорит о силе слова, тем более силе слова для умного. «Возмутитель ищет только зла, поэтому жестокий ангел будет послан против него. Лучше встретить человеку-медведицу, лишенной детей, нежели глупца с его глупостью». То есть, медведицу, лишившись детей, мы знаем, что с таким человеком происходит. Здесь медведица, она в таком, находится свирепом состоянии, может, человеку, навряд ли останется шансов, что он останется жив. И вот премудрый слава, он здесь говорит о глупости, лучше с ней не встречаться. Он не говорит о глупом человеке, а о глупости как таковой. «Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло». Ну, это известная и пословица. «Не воздавай за зло злом, но воздавай за зло добром». И заповедь. «Начало ссоры, как прорыв воды. Оставь ссору прежде, нежели разгорится она». Очень важная такая подсказка, что лучше ссору остановить, лучше вовремя промолчать. Сказал человек, вот даже закон, закон, еще ветхий завет, на котором говорят, вот он злой, но он учит мере воздаяния. Сказали тебе слово, ну скажи одно, где сказано глаз за глаз, зуб за зуб, око за око, руку за руку, ногу за ногу. Это книга исход. Это заповедь на самом деле, заповедь любви. Да-да, заповедь любви. Она говорит о том, что не воздавай больше хотя бы, если она ограничивает зло. Потому что нам сказали слово, мы два, задели нас, мы, когда побольше, еще и два раза ударю, и три. Поэтому глаз за глаз, зуб за зуб, ногу за ногу, руку за руку, так и здесь. А здесь премудрое слово он говорит, не воздавай злом за зло, не подливай масло в огонь. Начало ссоры, как прорыв воды, оставь ссору, прежде, неже разгорелась она. Вот что по этому поводу Григорий Великий святой пишет. Цитата. Вообще праздный ум постепенно вергается в заблуждение, когда не считаем мы нужным остерегаться слов безучастных и приходим к словам вредоносным. Поскольку сначала изволится нам болтать всякий вздор, потом дело доходит до уязвления злословием образа жизни тех, о ком идет речь, и поистине в конце концов язык извергает открытую брань. Здесь сеется раздор, возникают стычки, разгорается пламя ненависти, исторгается мир из сердца. Потому прекрасно сказано Соломоном начало ссора, как прорыв воды. Под прорывом воды, конечно же, имеется в виду язык, развязавший поток болтовни. Конец статы. Так пишет святой Григорий Богослов, что язык об этом неоднократно говорит преподобный, об этом неоднократно говорит премудрый Соломон, что язык от языка своего, от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Как об этом пишет и апостол Иаков, умеющий воздерживать свой язык, научится обуздывать и страсти. Мы даем волю языку в своей болтовне. И предупреждает здесь святой Григорий Великий, об опасности, что сначала мы начинаем вроде бы говорить о вещах таких посторонних, потом касаемся какого-то человека, потом нам на ум приходят недостатки человека, мы уже впадаем в осуждение, потом начинаем разгорячаться, начинается какой-то раздор, а тот человек может сказать, да нет, это не совсем так, и пошло-поехало, как вода, прорвавшая за пруду, и на пути уже ее вот как горный поток воды уже на пути ничего она не пощадит. Так и язык. Поэтому премудростом он предупреждает необходимо остановиться в нужный момент. Вот, по-моему, у святого Марка подвижника есть такие слова, которые касаются еще и осуждения. Говорит, если вдруг начался разговор и ты начал осуждать, и видишь, что из-за этого будет и брань, то лучше вспомнив заповедь об осторожности слов остановись и скажи «Я забыл». Что я хотел сказать. У тебя будет «Ну что там дальше-то?» «Я забыл». Это будет лучше, нежели ты продолжишь речь, которая приведет к вражде, ссорам, осуждению. И мы читаем далее 15 стих «Оправдывающий нечистого, нечестивого и обвиняющий праведного оба мерзость перед Господом». То есть, при мудрости Соломон говорит, что и то, и то, тот, кто оправдывает нечестивого и тот, кто обвиняет праведного, это как бы одинаковая мера весов. К чему сокровище в руках глупца? Для обретения мудрости у него нет разума. Действительно, нужно еще и богатству уметь применить его правильно в действии. «Друг любит во всякое время и как брат является во время несчастья». Помню, слышал такой фольклор, давно это было, правда, как один человек говорил, рассказывал, что однажды едет один человек далеко от Москвы, ну, уже не так, уехал далеко, возвращался обратно, не так уже остался, километров 100-150, и вдруг, а это были 90-е годы, когда не было столько шиномонтажей, там и телефонов, чтобы быстро кто-нибудь приехал на помощь, ночь кругом, темень, и у него колесо, пробил колесо, запаски нет, ну, и вот он там как-то там чудом каким-то пешком шел, там, добрался до какого-то там такого кафе, не кафе, и там был телефон, он звонит по этому телефону своему другу и говорит, слушай, друг, я вот тут вот стою 100 километров от Москвы, колесо пробил, запаски нет, зима, а время, а тот говорит, ты на часы вообще смотрел? Отвечает он с твоего конца трубки, он говорит, да, смотрел, так время 4 утра, тогда тот, который просил о помощи, говорит ему, а, извини, я думал, что мы с тобой друзья круглосуточно, то есть, действительно, бывает в жизни так, что, как пишет Премудрый Соломон, что друг любит во всякое время, то есть, для дружбы нет ограничений какого-то во времени, если действительно человеку, если человек действительно друг, то здесь не может быть никаких препятствий, сколько времени или что-то случилось, если можно встать, пойти и помочь, то действительно, та старая пословица, друг познается в беде. Человек малодушный, дает руку и ручается за ближнего своего, то есть, Премудрый Соломон здесь снова предупреждает, что не надо ручаться всегда за человека, которого особенно ты мало знаешь, чтобы не попасть в зависимость от своего поручительства. Кто любит ссоры, любит грех, и кто высоко поднимает ворота свои, тот ищет падение. Коварное сердце не найдет добра, и лукавый язык попадет в беду. Снова предупреждает о языке. Родил кто глупого себе на горе, и отец глупого не порадуется. Имеется в виду глупости. Конечно же, глупости. Рождение глупости не приводит к никакой радости. Мудрость рождается, как сказано, с кем поведешься, того и наберешься. Мудрость рождается из общения с мудрым, а глупость из общения с глупым. И как в пословице, так и сказано, с умным пообщаешься, ума наберешься, а с глупым последний растеряешь. Веселое сердце благотворно, как ворчество, а унылый дух сушит кости. Нечестивый берет подарок из пазуки, чтобы извратить пути правосудия. Здесь говорится о взятках и об их опасности. Говорится, что это нечесть. Мудрость перед лицом у разумного, а глаза глупца на конце земли. То есть, человек, эти слова говорят о том, что человек не живет сегодняшним днем, он все время думает, ну, когда-нибудь там будет завтра на конце земли. Это, премудрость Соломон говорит, глупость. Господь Иисус Христос так и скажет в Евангелии, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет иметь о себе заботу. Вот, например, человек думает сегодня, он ходит, а как там его ребенок поступит в гимназию, или как там он будет жить там завтра, послезавтра, когда он состарится, какие капиталы у него будут, что у него может сохраниться. То есть, он живет завтра, завтра, раздражается по этому поводу сегодня, на всех спускает, как говорят, собак, все ему ненавистны, всех он подозревает. Ну, а кто тебе сказал, человек, наступит ли это завтра? Может, оно не наступит. Вот шел-шел, говорит человек, а то тромб оторвался, и все. А он столько думал о своем завтра, как оно наступит, что будет, кто останется рядом с ним. Это как, говорят, что, ну вот, в старости тебе и воды некому будет поднести, попить. Человек думает об этой старости. Это уже есть такой фольклор. Говорили, говорили всю жизнь, что в старости некому будет воды поднести, попить. А, говорит, старость настала, говорит, а пить и пить не хочется. Такое тоже может быть. Итак, весело сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. Действительно, уныние – это страшный грех. Есть такая притча из Потерика, когда однажды два монаха пошли в город. Вот они пришли в город, и оба впали в блуд. И когда уже очнулись от того, что они сотворили, то пришли в монастырь, покаялись перед всей братью. И один плакал и даже унывал, но уныть ему не дали, а другой радовался и пел псалмы. И тот, который тогда спросили монахи, их разделили по разным келям, чтобы они каялись на покаяние, на строгий пост. И тогда братья спросили у Иегумена, а кто прав? Тот псалм поет и уславляет Бога, а этот на грани уныния плачет и не хочет из Керии выходить и не общается. И тогда Иегумен призвал их всех и спросил, выслушал их обоих, говорит, ну почему ты, говорит, радуешься? Он говорит, я радуюсь, потому что Господь меня простил. И теперь, как сказано, хвалите Господа с небес, радуйтесь всегда, хвалите Его вышних. А ты почему плачешь? А другой говорит, я плачу, потому что вспоминаю псалм, помилуй меня Боже, по лице милости Твоей, как Давид плакал и подушка у него была вся мокрая, когда он впал в грех с Версавией. Он говорит, ну в уныние не впадаешь? Он говорит, нет, ну и тот путь правильный, и этот правильный. Главное, не впасть в уныние. Нечестивый берет подарок из пазухи, как мы прочитали, мудрость перед лицом у разумного о глаза глупца на конце земли, тоже прочитали, глупый сын досада отцу своему и огорчение для матери своей. И в семейных отношениях, конечно, но здесь некоторые отцы церкви видят и духовный смысл, что, как сказано, глупый сын досада отцу, то есть здесь отец это Бог, отец, а мать это церковь. Действительно, глупый человек, который не внимает мудрости, глупый сын, он огорчение для Бога, или Бог хочет спастить всем, чтобы никто не умер. И, конечно же, огорчение для матери церкви. 26 стих. Нехорошо и обвинять праведного, и бить вельмож за правду. То есть, здесь предупреждает премудрый Соломон, что нельзя обвинять праведного, и бить вельмож за правду. А Господь Иисус Христос уже утешает даже в Нагорной проповеди, это из заповедей блаженства, Он говорит, блаженны изгнанные за правду. То есть счастлив тот человек, кто изгнан за правду. Если здесь предупреждение, то там уже даже и награда. 27 стих. Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен. 27 стих. Очень удивителен по своему комментарию. вот, ну, например, у Григория Великого Святого так и пишет, цитата, «Тот, кто ищет познание того, в чем воля Божия, вопрошает мудрость, заградив свое ста от речей о том, чему пришел учиться, выкажет себя разумным». Действительно, разумный воздержан в словах. Как и говорят иногда в пословице, если человек берет с собой другого человека, идет в какое-то умное собрание, он ему говорит, «Слушай, ты молчи, за умного сойдешь». Ну, вот здесь точно, разумный воздержан в словах. То есть, если человек, он разумный, он послушает этого совета, и сегодня достает мудрости какого-то уровня для этого собрания. «И глупец, когда молчит», да, вот 28 стих подтверждает это, «Глупец, когда молчит, показывается мудрым и затворящий уста свои благоразумным». Вот такие советы в 17 главе книги-притч дает нам премудрый Соломон, и как мы начали и сказали словами апостола Павла, что все писание боговедохновенно, и нет никаких сомнений, что и притч Соломона это книга, входящая в канон священного писания. Почему? Почему просто это сегодня сказал? Дело в том, что некоторые говорят, если книга-притч не используется в Новом Завете, действительно, четких цитат в Новом Завете мы не найдем, говорят, ну, значит, она не каноническая. Нет, тогда мы можем сказать, книга-руфь, она тоже не используется, книга-песня-песней, тоже нет, две книги про Репоменон с таким методом, богооткровенно, небогооткровенно, мы далеко уйдем, просто мы из канона вычеркнем очень многие книги, поэтому я это сегодня подчеркиваю, что премудрость Соломона книга действительно назидательная, думаю, что каждый ее стих, как мы уже с вами вот дойдя до 17 главе, наверное, убедились, каждый ее стих нуждается в особом осмыслении, который, конечно, далеко выходит за формат нашего временного здесь ограничения на наших уроков, ну, и тем не менее, насколько возможно постигнуть, мы это постигаем. Спасибо, Христос. 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 Христос.